120 МГц, 250 мсм, 3,2 дюйма дисплей. Парамки мультиметра, постоянное напряжение от 600 мм. Комплектация Type-C кабель, кабель только зарядчика нет, зарядчика не будет заводковывать, стандартные щупы мультиметра, мягкие достаточно, не силиконовые, но мягкие, хорошие, может быть силикон, но вот стандартные в комплекте. Сам осциллограф, такая у него подставка, очень удобно, здесь он включается. Также у него есть голосовое управление, но оно в тестовом режиме, в каких-то моментах удобно и на английском языке. Языка 2 есть, по-моему, китайский, корейский или японский, не разбираясь в героглифах. Первый канал, второй канал, выход генератора, зарядка, динамик и индикация зарядки. Очень удобные функции, можно параллельно измерениям осциллографа. Вот видите, мультиметр выходит. Также можно выбрать, что вам надо. Сопротивление, допустим, прозвонку. Сопротивление. Можно вывести это на большой экран, нажать shift и потом дисплей. Генератор. Select. Назад в осциллографах. Вот так можно вернуться. И вот если нажать столько времени, то можно параллельно измерениям видеть. Вот здесь хорошо видно, как параллельно измерения. Осциллограммы видеть тоже очень удобно. Давайте проверим, как это работает. Сейчас так сделаем, чтобы чуть-чуть виднее было. Вот я подключил щупы мультиметра. Внутреннее сопротивление. Ну, давайте сделаем правильнее. Сейчас, секунду. Проверим вот так сопротивление щупов. Капли припоя. Вот, 02. Отлично. Это очень хорошее. То есть, параллельно можно, допустим, выберите select. Выберем постоянное напряжение. Также здесь показывает, куда вставить. Если, допустим, мы перейдем на измерение амперов, он показывает, что этот надо сюда переставить. Ну, я считаю, это удобно. Ну, для опытных, опытных и так знают. Ну, лишним не будет. Вот батарейка. Display. 9,2. Быстро достаточно измерения. Так, ну ладно, раз начали измерения, давайте выберем. Давайте посмотрим, как у него прозвонка. Ну, конечно, дается. Ну, я считаю, это нормальная. Ромкая прозвонка. Так, теперь давайте диоды прозвонку включим. Я вот вводу диоды. Так, падение. Ну, 470 мм. Давайте посмотрим, может быть, на большом экране. Ну, ведь тут он быстрее реагирует. Когда он на большом экране. То есть, видимо, так ему легче. Показывает максимально 1000 вольт. Неправильная полярность. Давайте проверим скорость обновления. Сейчас я включу лабораторник. У меня сейчас на лабораторнике стоит 8,5 вольт. 8,6, да, точнее, я с ней. Достаточно. Быстро. Достаточно. Точно. Давайте включим осциллограф. Включим. Вот можно параллельно делать измерения. Параллельно с осциллографом. То есть, очень удобно. Так, давайте сделаем shift. Вот смотрите, нажимается shift. Если хотите, на большой экранности shift. Где загорается shift. Потом дисплей мультиметр. Все, потом нажимаем select. Давайте выберем измерение конденсатора. Конденсатор. Подтверждение. Окей. Вот. Большой конденсатор. Десять тысяч. Ну, хотя там шесть тысяч заявлен. Давайте посмотрим, что он на десять тысяч покажет. На всякий случай разрядили. Думает. Да. Десять тысяч ему тяжело. Хотя он показывал кратковременно. В мире фарад переключился. Вот. Посмотрите. Девять шестьдесят восемь. Это точно. Хотя заявлено шесть тысяч микрофарад. Если я не ошибаюсь. Давайте еще раз проверим. Capacitors. Шесть тысяч микрофарад. Да. А, нет. Шестьдесят тысяч микрофарад. Нет. Шесть тысяч микрофарад. Шесть тысяч микрофарад. Извините. Сто три. Здесь мнофарад. Давайте посмотрим, что он покажет. Ну, все. Отлично. Ну, считаю, со всеми задачами справился. Сетевое не замерили. Ну, давайте сетевое замерим. Мне сетевое сейчас 219. Давайте выберем. Сетевое. Такой значок. Семьсот пятьдесят. Ну, это одной рукой. Контакт плохой. Ведь он даже подсветился. Что опасное. 218-219 вольт. Сетевое. Все с пределом. Ладно. Побежимся по функциям. Так, пока выключим антиметр. Два канала. Переключение. Переключение. Первый. Второй. Если один канал нужно выключить, можно удерживать. Не вру. Шифт. Шифт нажимаете. Выключается. Второй канал. Шифт нажимаете. Включается второй канал. И так же вот здесь подсветки меняется. Так. Заполнение. Здесь AC-DC. Открытый-закрытый. Здесь время. 5 вольт. 10 вольт на деление. 100 вольт. Все. Лимит. Минимальная. 100 милливольт. А, смотрите. Вот здесь вот для второго канала отдельно. Шифт. Вью просмотреть. Так. Сингл одиночный ждет, да, если сигнал пойдет там. Ну, сейчас я одену. Здесь зум. Это тоже, по-моему, увеличивает. Это авто. Давайте один канал отключим. Вот. Нажмем. Так же давайте по меню перейдемся. Можно добавить здесь. РМС добавить. Ну, а не будет будет добавляться. Можно убрать. Скважность. Период. По этим измерениям передвигаться. Так вот. Вот это да. А это второй канал. Это первый канал. Так, это триггер. Нормальный ли авто. Авто будет. Дисплей. Подсветка. Все. Настройки. Давайте включим автошотдаун, чтоб он сам выключался. музыка. Также можно звук убрать. Дальше есть логи, линейная музыка и калибровка. Ну, калибровка два канала. Долговато занимает времени. Так. У него начинка, вот как особо дсо 2512. У меня на канале есть обзор. Просто у меня сейчас нет генератора, который можно будет измерить его сигнал. Вот генератор включим. Давайте посмотрим. Хотя там было написано 5, но он ведь 10 выдает. Ну, давайте проверим. Генератор включенный. Так. Вытащим щуп. Щуп. А с логовдувканальный. Вот. В комплекте идут колечки. Прицепить. Тогда отвертка от компенсации. Так. Подключим первому каналу. Подключим сюда. Выход. И подключим сюда. Нажмем авто. Вот. 10 МГц. Видите, показ. Генератор. Выход. Вот. По времени изменить. Это я второй. Вот. Вот он. ACDC. Авто. Давайте посмотрим, какие функции. Формы сигнала есть. Так. Это я частоту сейчас помню. Так. Формы сигнала. Сейчас перейдем. Килогерц. Мегагерц. Сейчас. А, это с коварностью? Так. Почему туда не переходит? А, вот здесь можно менять. Главное, давайте частоту изменим. Килогерц. Килогерц. 500 килогерц. А, то. Так, что у нас стоит? Давайте один к одному. Генератор. Давайте посмотрим, формы треугольные. Такая-такая. Ну стандартная. Вот. Необязательно это подключается, а не из параллины. Необязательно это подключается, а не из параллины. Такая функция. Может быть удобно. Всем спасибо. Кому будет интересно. Пишите задавать вопросы. Hello. Hello Miniscope. Hi. What can I help you? XY mode. Back to scope. Okay. Back to scope. Мультиметр diode. Мультиметр diode. Back to scope. Мультиметр diode. Back to scope. Okay. Back. Back to scope. Back to scope. Back to scope. for 때 мы тоже возможно вами находимся вọi 명場.